Хрупкая девушка с мужским сдержнем. Именно так называют ее друзья и преподаватели. На первой персональной выставке Натальи Цветковой вы не найдете ни цветочных натюрмортов, ни романтичных пейзажей. Говорить и писать о серьезном она начала еще во время своей учебы, замечает педагоги Нижегородского художественного училища. Она закончила, успешно завершила Нижегородское наше училище с похвалой Совета, с похвала ГЭК Государственной комиссии. Она серьезный диплом написала. Это эскиз мозаики, которая достойна иметь место, чтобы она была воплощена где-то у нас в Нижнем Ногурте. Но даже разместить работу на этой выставке стоило немалого труда. Масштаб поражает. Полотно шириной в 7 и высотой в 2,5 метра. Основа сюжета – легендарная всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года. Боковые части этой картины как бы вступают в конфликт. С одной стороны история, культура и традиции нашей страны. На другой части 7-метрового полотна изображения прогресса, промышленного и технического развития, стремящегося вперед. В целом же изображение весьма сумбурного предреволюционного периода. В центральной части художница изображает видных деятелей того времени. Фотографирует элиту Дмитриев и Карелин. Купцы рукавишников и башкиров здесь также занимаются своим делом. О чем-то разговаривает Горький с Шаляпиным. Отсылки к истории России и Нижнего Новгорода присутствуют и в других работах художницы. Такие серьезные работы, такие глубоко затронутые темы, исторические. Я считаю, что для нашего города, Нижнего Новгорода, это большая находка. Панорама Нижнего Новгорода соседствует с видами Петербурга. Для проведения первой персональной выставки была выбрана родина художницы. Это такое счастье, что моя первая выставка прошла именно в родных стенах, где я училась, в родном городе. Я очень люблю свой город. Посетить выставку Натальи Цветковой можно в Нижегородском художественном училище до 10 июня. Любовь Рывальченко, Олег Климин, Объективное НТВ.